Привет, ребятишки! Ну что, продолжаем мы симулятор тоннельной крысы? Пока не работает транзитная система, я не могу показать, как туда попасть. Но где-то неподалеку есть путевая система переброски. Если бы тебе удалось пробраться через испытательные лаборатории, ты мог бы попасть в заброшенные тоннели и таким образом пробраться в группе. Ты можешь доверять им. Ты можешь доверять всем нам. Вот теперь бы хоть в курсе, что происходит и какого хрена ученые нас гасят, да? Так, значит, не совсем понял, если честно. Ну, а этот тоннель нас ведет, походу, по квесту, да? А этот туннель куда нас ведет? Потому что там мы уже дверь открыли, не ломается, да? Там мы уже дверь открыли, то есть там уже все ясно, да? А вот это что-то получает? А, тут просто тупик. То есть, грубо говоря, второй туннель сделали чисто, чтобы сделать. Чтобы казалось, вот сколько вариантов, да? Там прям капец-капец, но на деле же, на деле же, блядь, мы получаем ни хуя подобного, да? Шу, блядь! Да, так что, в общем говоря, солдафоны проводят зачистку, да? Это, в принципе, и так было понятно. А, шу, блядь! Ну, если вы сейчас говорите, будь здоров, будь-будь-ка, да, то спасибо, спасибо вам за старание о моем здоровье, конечно же. Ну, и, блядь, и чё? Чё это за хуйня? Ну, и, блядь, и, блядь, и, блядь, и, блядь! Я сначала думаю, блин, она у монтировка, но почему-то не ломалась, я уже, я подумал, что всё, бафельный торт. Всё оказалось куда попроще. Тихи от краба ещё такие звуки забавные издают, да? Так, ну чё, бач? Ой. Блядь, это все уже мне заебали, тихи от краба, если честно, немножко, да. Так, ракетная шахта. И опять, судя по всему, опять какая-то логическая задачка, обратите внимание, да? Сижу, сколько тут этих логических задачек, я вспоминаю тот же Half-Life 2, там они встречались намного реже, вот там реально больше удар был сделан, именно что на экшен, да, вот на всё такое. Да, на экшен, вот на такие вещи, там не было так много всяких этих задачек, здесь же ты практически каждый, там, грубо говоря, 5 секунд что-то такое встречаешь, да? Кстати говоря, вот мы и гранат нашли. Да, тут, кстати, надо быть поосторожней, потому что в этой комнате вообще, конечно, вафельный торт. Тут раз взрывоопасная коробка, вот ещё какой-то денджер, это ещё тоже какая-то газовая хрень, судя по всему. Так что, да. Надо быть крайне аккуратным. Так, ну, понятно, надо дёрнуть рычаг, только что же он делает, что мы сейчас вообще сделаем. Ага. Ракетная шахта, значит, сейчас, наверное, какая-то ракета, что ли, приедет, или чё? А, хотя я догадываюсь, наверное, да, это сюда ставили ракету, а мы сейчас будем ракетой. Я человек ракета, ребята. Остается надеяться, что они сейчас туда хиат крабов не закинут, а то они это дело любят. Вот только я-то не люблю, я приключений не ищу, ребята, да, блядь. Так, аптечки, кстати говоря, если что. Какой они съёбываются, эти эчимены. Кстати, блядь, опять-таки охуенно, и, судя по всему, у нас есть вариант, да, либо ты можешь идти пешком по этой хрени, по этой шахте, а она, наверное, достаточно длинная. Либо же ты можешь, вот, пожалуйста... Блядь, вот даже скоростью можно регулировать, зацените, офигеть. Блядь, задний ход есть, нихуя себе. Блядь, охуенно, сколько возможностей в игре 98-го года. Ну так, пешком мы бы, конечно, не дошли, тут противников нереальное просто количество. Ой-ой-ой. Так, ну, я, кажется, проебал, я даже понял, в чём моя ошибка. А, ну, хотя мы и так справились, в принципе. Ну, вообще, до чего это было круто, да, такая поездочка. Пускай короткая, да, вот. Вот, ещё в первом Half-Life был такой же экшен, как во втором, помните, когда мы там на машине ехали, а от этого Альянса убегали. Ещё в первом Half-Life был такой экшен с этой тележкой. Да, он, конечно, коротенький, буквально пару секунд, но... Я жил просто всё время, вот в такие моменты вспоминайте, что это 98-й год. Это, конечно, блин, реально, мне многие говорили, я много слышал, но я и вообразить не мог, что, блядь, они зря сделали такую шедевральную игру. Ну, как-то раньше, видите, раньше как-то и фильмы делали лучше, да, вот вспомните фильмы, которые выходили в 90-х годах, да, вот сколько шедевров можно вспомнить из 90-х годов, это и лучше не бывает, и Oldboy корейский, и Leon Killer, Пятый элемент, ну, полным-полно игр, да, ой, фильмов культовых, действительно, фильмов уникальных, тот же Бойцовский клуб, да, там, Сталкер советский, тоже, по-моему, в 90-х выходил, если я правильно помню. Такие чуваки, еще какие-то косожопы, видите, он пуляет по мне, таки слотой, но попасть ни хера не может. И игры, вот видите, вот они какие-то были такие действительно прорывы, сейчас, в принципе, все игры вот на одну рожу выходят, если так смотреть, да, ну, в отличие между ними очень-очень мало. То есть, что-то уникальное, типа того же заявил Визына, там, либо Ведьмака, оно выходит ведь очень-очень редко, а так, в основном, просто как под копирку, под шаблон, херачат одни и те же игрушки, да, и пиздец. А вот раньше, зацените, да, пиздец, игруха. И, блядь, падал. Так, а как же нам быть? Да, а раньше, ну, зацените, ни хера себе, ну, не жу. Радиационная опасность. Хотя, похоже, что-то не так сделал. Да, нам, наверное, по трубам надо бежать, я так понимаю, да. Раньше утря, ну, это же, нифига себе, прорыв, это для девяносто, для девяносто, блядь, уже заикаться начал, долбоеба, очкастый, сука. Я жилю для 98-го года, это, блядь, просто фантастика какая-то настоящая, да, я не знаю что. А сейчас что, сейчас миром правят бабки, и этот пидорас гейб даже третью часть сделать не хочет, потому что ему это, типа, как овчинка выделки не стоит, да, он тупо хуярит, долары на этой доте, ебучей, блядь, сука, бессмысленной параши, да, и нормально себя чувствует. Бля, хуярит 100 хп, 100 брони, чуваки, у меня, по-моему, за весь геймплей еще ни разу не было вот таких параметров, да. Я живу и с этим модом вообще интересно играется, получается, что для меня, как для новичка, мне сам Half-Life интересен первый, и при этом же еще и можно в некоторых моментах достаточно-таки поугара, те же вертолет джимен, это, блядь, или эти тараканы, это, или гранаты вот эти, да, это же я, ну, это просто пиздец. Вот таким людям, блядь, надо памятники ставить, вот такие люди, блядь, заслуживают, конечно, уважения, потому что, ну, до такого, во-первых, додуматься, это же пиздец, да, во-вторых, реализовать. А кто там плюется? Или это просто... А, вижу. Ты, сука. Так, сдох, хорошо. Ой, чуть не ебнулся. Вот эти вот тоже знаменитые моменты с радиацией, они были во втором Half-Life, и вот они и в первом уже были, как видим. Да, и сейчас таких прорывов, блядь, даже не вспомнишь. Даже если взять того же самого Ведьмака-3 или тот же самый The Evil Within, да, но это же тоже не то, да, то есть это, конечно, в некотором роде шаг вперед, действительно достойные проекты, но... Не сравнишь ведь с тем, как на момент выхода выглядел Half-Life первый, да? Да я даже больше скажу, мне кажется, что не каждая новая игра, вот, сравнится с первым Half-Life'ом. В плане геймплея, конечно же, я имею в виду, потому что, ну, я жил, блядь, игре хуй знает сколько времени, а лет, да, а я, реально, мне совершенно не скучно в неё играть, то есть я реально получаю удовольствие. То есть оно мне реально идёт по кайфу, мне интересно, блядь, и это просто охуенно. Здесь есть место всему, да, и перестрелкам, и некоему даже экшену, блядь, несмотря на ограниченные возможности движка, что называется, да, и при этом дохера разных логических задач, противники разнообразные, да, и вот эти солдафоны вообще пиздец. Вот эти вот мутанты, вартигонты, они типа как херня, их там легко убивать, но вот эти вот солдафоны, блядь, наш, сложные ребята были. Причём искусственный интеллект, ведь у них неплохой, да, они съёбываются, они тупо не стоят на месте, чтобы ты их там в тупую расстреливал, да, то есть они реально съёбываются, пытаются там где-то из-под тишка тебя достать, гранатами тебя закидывают, да, то есть, ну, блядь, реально пиздец. Держу искусственный интеллект, и, может быть, правда, это его в моде так поправили, но если он был в оригинале такой же, этот искусственный интеллект, то это вообще, это чума просто какая-то самая настоящая. Самая настоящая чума. Ох, вот это я ебаную, да ли? Ой, ебать! Куда вы взялись, блядь, пиздец? Я единственное, не знаю, может, я зря вообще так сделал, потому что, смотрите, я же мосты, получается, взрываю, да, то есть там был мост, можно было куда-то пройти, а теперь я его взорвал, и хер куда пройдёшь. Судя по всему, да? Блядь! О, подключились. Хотя, с другой стороны, тут вроде бы допрыгнуть не проблема, да, насколько я смотрю. Ну да, в принципе, не проблема. Для человека с интеллектом, да? А, вот. Ага. Блядь, и опять, да, там хер знает, сколько у нас было вариантов, куда идти, мы выбрали именно этот путь, я даже не знаю, он правильный, неправильный. И менялся ли бы геймплей, в зависимости от того, какие бы дороги мы бы выбирали, да? Братишка окочурился, пиздец, а. Йо. Йо. А, ха-ха-ха. Засадите, у него монтировка в конце, да? А его вообще мочить надо, или что с ним делать? Тест-файр. А, его сжечь надо, видите, тест-файр. ага у нас ведь у нас нет оксигена воздуха фуэл палого и power силы наверно когда все эти три лампочки загорятся у нас будет возможность его поджечь наверное автоматом ты его не возьмешь но это в принципе логично потому что наверно как типа как какой-то мини-босс что ли да и вроде того наркомания опять тяжелая с этим меня он почему-то не гасит для видео он занят почему-то больше как платформа эти два щупальца из диванов но блять это кэш пиздец еще монтировка в конце угар на ухар что значит там походу так это подготовит какую-то хрень до братишка не хочет нами говорить его можно завалить или еще не понять еще вроде как бы насрать да на то что я делаю эти щупальца пропадают на время но потом опять появляются видите это такое что он наверно бессмертный да наверно ты ему нихера не сделаешь это все наверно мартышкин труд чуваки надо наверно короче говоря надо наверно короче говоря как-то ниже ниже спускаться да и подавать это топливо оксиген наверно будет нам счастье или не надо нихера даже подавать а такого походу даже не надо было валить я думал что эти тентакли надо блока то завалите по ходу надо было просто пройти мимо то все даже так оказывается так тут у нас и что хэпэшки валяются он запомнить да мало ли что сукатрышки сахту кто-то кто-то рыгает да прям прям меня кто-то сделал да я тоже любил вытерягать фуру а вот комната спас спальными видите соляр конечно называется кто-то торга это какого монстра не так то не зомбаков так озвучили прикиньте как будто блюют а как нам не спуститься чё сделать это же не кнопки это просто лампочки до сна походу до вниз а как это реализовать непонятно просто я даже так себя по себе представляю да вот и себе я бы допустим даже если бы мне бы даже на минутку пришел бы в голову создать вот что-то подобное необычу модели бы врагов бы заменил но мне бы никогда ни за что в жизни бы не хватило ума заменить модели оружия типа у тех же гранат и прочего да бля не понимаю чем не делать если честно вот я сюда пришел а что дальше сложно слишком ну блять как для меня это просто какой-то да по идее то и мы правильно идем да но в то же время тут заперто на нихера не открывается ничего походу сделать нельзя чтобы он открывается некий шахте не вижу опять таки да куда можно было бы пролезть но тут мы спустились да ну и чё а блять фух блять я вовремя это кстати первый такой момент half афи как тогда с лифтом да когда вроде бы и так понятно что делать тут и допрыгнуть не можешь а потом оказывается что все таки надо было дальше практиковаться в прыжках вот здесь вот тоже кажется что типа нихера нельзя сделать тонн и нарыгал бы подумать все быть отрыгался а потом оказывается да что у блядь надо было просто сломать решетку я честно что-то так на автомате подумал что типа решетка хер сломается отчет на вид такая крепкая была вроде бы до такой блять я в воду упал тут походу и сама тоже перебор какой-то будет заходу в воде по он плавает да смотрите скобода плавающий джим эндрите дробовик я помню аж вообще я в half five играл только по мультиплееру на компах да в детстве я помню дробовик вот и накопитель пылесос мои любимые виды оружия были ну пылесос это просто чуть-четёрское реально оружие да но его надолго не хватало накопитель просто классно потому что можно эти супер прыжки с ним делать и а многое другое а дробовик мне нравился тем что он мощный если в упор врага стрелец встречаешь правую кнопку мышки нажимаешь на этот двойной выстрел с двух столов сразу она выносит там даже 100 хп и 100 брони ну да по ходу видите получается что тетен так и даже было не обязательно натуре гасить надо было просто мимо них пройти асяка сущих впечатления осталось такое и что дальше но некоторые моменты в игре да вот допустим у зачем я запустил этот пропеллер согласитесь но запустил его и что еще и чуть-чуть делать если я вне сейчас прыгнуешь разобьюсь к хуям правильно ну да про я чуть не врубаю щеки запроса зачем мне это делать они упали ну даже запущу его и пускай я сюда потом вылезу а что дальше какой какой смысл мне это делать они его понять если честно можно по самому пропеллер улазить да но только толку что мне с этого никуда в уникальное место я залезть не смогу правильно тут нет никакой не дырки ничего чуть я логики не понимают действий может быть знаете что может быть надавать на натуре это сделаем просто я же просто от некоторых моментов в игре вот и вот сейчас к примеру тоже да то есть ты что-либо делаешь но непонятно для чего то есть я уже к рис понял то что нужно короче вот запустите вы быстренько подняться пока тебе не раз пидорасил этими лопастями до блять ну вот я не успел но зачем мне это делать нереально непонятно сушить а там вот эти деревья и кожа самость а можно бля у меня будет запас кончился прикиньте можно приказа раздолбать да я туда что-то упадет или что что он не хочет больше вас то ли у меня просто дробовик он издалека наверно не такой классный да как тот же пистолет или автомат то ли что так он походу да ошибка блять не по нему понять что от меня требуется вот реально хоть убейте чуваки у меня с патронами к автомату совсем все плохо к дробовику нормально вот к автомату блять 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 не успеваешь ты просто не успеваешь никак это сделать можно все-таки она вниз как-то они бля я них пиздец а вот вот чё вот чё как туда дуплить но ты не успеваешь это да я сначала думал может быть типа надо я сначала думал может быть надо реально вот так вот как-то ну просто банально не успеваешь никак сделать эту хрень может просто знаете что может быть в этот вентилятор включается воздух типа вверх подымает да и ты типа туда вылетишь может быть в этом фишка я не знаю ну или как может скорее всего в этом и есть фишка только я же как вот так запустить чтобы одновременно успеть подняться я пока что что-то дупля отбить не могу если честно где отсюда нельзя нажать то есть обязательно должен быть внизу ой даже я не успеваю никак эту кнопку нажать и то есть в момент допустим когда он только замедляется ты уже не можешь ничего нажимать я думал может в этом еще фишка на нихера ведь и нельзя тут ни хера не ломается а так то ты нажимаешь ты не успеваешь видите никак нельзя успеть это сразу тебя сбивает я хотя походите я каждый спорил наверно даже спешите не надо смотрите как надо наверное раз два три 4 5 мне кажется что таки можно пролезть чуваки я даже крис понял когда надо в первые секунды когда эти опусте только начинают крутиться они еще не так быстро крутятся да и мне кажется что там тогда можно пролететь давай давай вот два вот и лезть вот-вот видите вышел видите блин отлично чуваки я я гений грёбаный да там просто надо было не спешить теперь надо вылезти наверно самый верх вот а дальше наверное подождать пока она еще покрутится наверное совсем она крутится потом и напрыгать и он меня наверно вверх подымет я так думаю да вот наверно подождем еще да 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 видите ну что нормально оказывается патроны тратил получается к пистолету и к автомату да потому что я думал что я просто об эту деревяшку ударюсь типа разобью себе голову да и у меня потом с башкой проблемы будут а но видите как ты типа как не ударяешься можно было просто монтировкой там по идее все разбить да походу то можно было банально все монтировкой разбить блин я поспешил конечно страты и патронов прямо скажем бать сколько тут тараканов а да очень поспешил я с патроны это патроны тратить так больше вариантов нету да ну да ладно хотя как ладно у меня теперь только один дробовик и остался получается блядь ебаный хит краб до 1 дробовик и остался это не очень весело но а еще гранаты езда это не очень конечно весело ну ладно а ну вот видите оксиген вот мы включаем оксиген да и полову все топлива и оксиген мы подали то есть теперь нам по идее надо возвращаться на насколько я понимаю и поджигать того чувака судя по всему авто и ракетные хрени то есть все таки от него надо было не тупо убежать как я сначала подумал все таки его надо одолеть теперь понятно ой я не тут я не тут на ту сторону полез все время забываю она вот фуру полу так мы шли да 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 вот тут он теперь надо как-то найти как выбраться назад и теперь нам надо того чувака поджарить и все правильно все помню и вообще понимаю да 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 вот видите тут братишка все так же стреляет ухибать сейчас братишка я иду на помощь потерпи немножко бля чё нельзя так пролезь да бля я думаю что можно будет пиздец ну ладно не понял а чего не хватает ну оксиген топлива есть я еще что-то не запустил на включая бля получается я еще что-то не запустил до спаде выкупе что я не запустил для тут ни хера нету я сюда запрыгнул я нет как думаете может он кручен туда типа запрыгнуть или еще запрыгнул а а а вот нам походу надо еще сюда короче попасть там наверно как раз и включим ту хрень наверное вот мощность да и тогда мы уже сможем поджарить этого ублюдка блин как сложно да офигеть бля их там много сколько ты всего должен сделать до офигеть просто что у придурка поджарить офигеть просто так тут вроде ничего не юзается если можно под капелькой постоять смотрите как как кайф вообще под капелькой помощи для тяжелых хаффи первым узнали про зеленого слоника да вот до чего великий тоже фильм как бы это же по моему в девяностых снимали да тут я конечно за бумагу заблуждаться я точно не помню дату выхода хаффа зеленого слоника первого но вот тем не менее пока это мы что делаем мы сейчас походу запустим эту мощность насколько я понимаю да или чё поехали ну поехали поехали фух были с боезапасом нас дела кстати говоря тоже не очень-то и хорошо постоят все типа дал дальше он не может ёптую понятно не предполагал что ты еще жив надеюсь никто не думает что я буду заниматься генератором прямо какой-то это да симулятор гомера симпсона на на аэсе да посмотрите реальный симулятор гомера симпсона на аэсе я живу офигеть можно так ладненько начни сперва нажали это подъехали туда потом но надо подняться и походу на эти платформы нам надо заводить да али даже не обязательно ну да эти платформы нам на херню срались я понял блядь это ты заебал ебучие платформы поехали наверх табли тут пиздовато немножко управление если честно да вот все мы запустили по ходу на этот раз уже генератор да то есть эту мощность типа вовремя сохранил сабли да сука ёб твою мать блять короче на все плосы отсюда нахуй а то еще с другой стороны управление за с лестницей ты вылазишь на лестницу потом были сразу вот хует и падаешь да и из-за этого ебаная тетя блять ну что ж это за хуйня такая да ёб твою мать блять блять я только говорю что хардкора нету даю чтобы блять пиздец можно голову ёбнуться тут ахуета еще летающая блять находит эту туху ездишь ёб твою блять мне это заебало если честно ребята блять так запустили тут надо осторожно это я помню тут долбоеб катается до каменный долбоеб блять вот как не слезть с лестнице я ему говорю долбоебу слезть с лестнице он тупо на ней застрял ведь можно фух юра одно скажем точно это было нелегко но вроде бы мы на этот раз уже наконец-то сделали все до чуваки энергии восстановлен двигатели сейчас все энергии мы восстановили теперь можно будет ту херню поджарить по ходу до назад нам по лестнице возвращаться до дина по лестнице он подымается пиздец до быстро заценить это вот наверно навыки ученого видите поработаешь ученым ребята все будете так вот по лестнице лазить как гордона фриман блять хоп-хоп и братишка уже на месте вон так блять ну ладно могло быть и хуже наверное да ребят так вы чё принципе мы не так уж и плохо даже все справились до 678 хп 38 брони наверное правда могу быть хуже хотя меня вот еще немножко поебашего как видим да так осталось назад вернуться так чтобы нахуй не убийца отлично так все братишка держись а еще тут же надо допрыгнуть честно блять пиздец целое испытание пройти надо еб твою главное что я не убился почему-то братишка держись я уже блять и тут еще прыгать до вырехнулись а два прыжка веры надо совершать стечет по вторую прыжок и вообще забыл отлично сейчас братишка держись так надо еще выше быстрее выше сильнее еще выше и братишка там валица вообще да у него не будем пуху вообще блять пистолетом орудует на ура а как нам попасть нашу комнату я чё-то не понял нифига это же мы походу опять час туда вниз попадем правильно чем смысл а нет вода все запущено ну да братишка уже фиг за сколько времени с этим пистолетом валюс вообще сидеть безбашенный братишка такой блять я тоже обогарел представляете ребята ожог первой степени получил пока щелкал все братишку мы сожгли а чё дальше походу надо как-то так же и возвращаться теперь до барнака у не плечи один от охранник бесстрашный вообще безбашенный абсолютно чувак до стоял там были три часа с пистолет стрелял поэтому братишки да не отчаялся главное видео не терял веры блять что рано или поздно таки его пристрелит при этом судя по всему у него еще запас патронов был такой достаточно бешеный так и у нас тут варианты смотрите можно сюда пойти а мы что даже были ну да да а можно вот теперь спуститься вот туда ну что же 5 спускаться будем уже следующем выпуске я же еле я в восторге даже если допустим уже так не забавляет сам мод да потому что пока что мы не встречали ничего нового и забавного пока что все по старому но сама игра конечно просто шикарная это действительно шедевр да тут вообще без вопросов явка сюда благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока